Всем привет! С вами Денис Кожер. В этом видео продолжаем знакомство с Substance Designer и сейчас создадим ржавчину, которая будет поверх металла. Передвинем существующие ноды, чтобы было больше пространства для работы. Вначале отодвину вот так. И сейчас будем работать над цветом, поэтому его также передвину вверх. Для того, чтобы сделать ржавчину, будем использовать стандартные карты. Их можно найти в библиотеке Noise. И здесь есть Black & White Spot 2. Перетаскиваем ее, зажав левым кликом мыши в окно редактора графиков. И поменяем разрешение текстур на хотя бы 1024. Чтобы качество было получше. Здесь добавим ноду Directional Warp. Для этого я нажимаю пробел. Вот она сразу здесь есть. Directional Warp это направленная деформация. Мы в оба слота подключим шум Black & White Spot. И в настройках ноды Directional Warp поменяем Warp Angle направление на минус 90 градусов. Также изменим интенсивность. Как вы помните из прошлого видео, параметр не ограничивается лишь этой полоской. Всегда можно самому вручную ввести значение. Давайте напишем 64. Получается что-то похожее на текстуру ржавчины. И теперь нам надо добавить цвет. Для этого будем использовать ноду Gradient Map. Нажимаем пробел. Сразу же под рукой Gradient Map. Данная нода позволяет добавлять цвет к существующей текстуре или ноде. Это мы можем сделать, открыв Gradient Editor. И теперь с помощью вот этого поля мы можем назначать цвета на соответствующие участки текстуры. Например, здесь черный, если мы поменяем на красный, красные появились на темных участках текстуры, белые участки стали светлыми. Давайте поставим более яркий цвет. И теперь мы видим, как белые участки текстуры стали зелеными, темные участки стали красными. Вот так работает Gradient Map. Вся магия начинается, когда мы используем инструмент Peak Gradient. Давайте я открою изображение с ржавчиной. Нажимаем кнопку Peak Gradient. И вот так вот проводим по изображению. Получается вот такой градиент. Попробуйте сделать это несколько раз до тех пор, пока не получится какой-то интересный рисунок. Я остановлюсь на вот этом рисунке. Открываем и теперь можно обратно вернуть на все окно Substance Designer. Теперь нужно добавить ржавчину в цвет материала. Для этого будем использовать ноду Blend. Нажимаем пробел. Сразу же под рукой находится Blend. И здесь в верхнее значение подставляем ржавчину. В нижнее PBR Metal Reflectance. Если вот таким образом не подключается, не знаю с чем это связано, мы можем обратно из этого кружка сюда подключить. Blend позволяет смешивать по прозрачности. Если мы будем менять вот это значение, они будут смешиваться друг с другом. Также у нас есть, как в фотошопе, различные режимы смешивания. И есть вариант использовать маску в слот Opacity. Что мы сейчас и сделаем. Скопируем Directional Warp и Black and White Spots. Чтобы это сделать, можно нажать Ctrl-C, Ctrl-V. Либо же Ctrl-D, чтобы сделать дубликат. И здесь, как вы помните из прошлого видео, у нас есть базовые параметры для каждой ноды. Есть такое значение Random Seed, которое позволяет делать случайные наборы данной текстуры. Мы это будем использовать для того, чтобы сделать разнообразие. Попробуем какой-нибудь вот такой. Как вы видите, теперь у нас разные рисунки в Directional Warp. Чтобы текстуру сделать контрастней, у нас есть на выбор несколько инструментов. Например, мы можем использовать уровни. Нажимаем пробел, Levels. И мы можем сделать контрастней, вот так вот переместив эти треугольнички. Но есть еще один вариант. Например, использовать ноду Histogram Scan. Здесь у нас есть два параметра, Position и Contrast. Position на нуле дает всегда черный цвет, поэтому лучше начинать с параметра где-то 0,5. У этого параметра принцип работы похож на настройку яркости. Контраст отвечает за жесткость перехода. Если мы откроем данную кастомную ноду в графике, как вы видите, здесь находятся те же самые уровни, которые адаптированы под более простую работу. Я закрою этот Histogram Scan. Вернусь на график. И теперь нам надо подключить эту маску в слот Opacity. Чтобы изменения произошли на 3D объекте, надо подключить это в Base Color. Сразу же следим за порядком. Появилась ржавчина поверх 3D объекта. И это выглядит уже интереснее, но ржавчина просто сверху легла на металл. Это выглядит не совсем естественно. Поэтому давайте добавим взаимодействие с гофрированным металлом. Для этого сделаем дополнительную маску. Опустимся пониже. Также можно эти ноды переместить. И будем использовать новую ноду Curvature Smooth. Данная нода выполняет плавное преобразование кривизны. И полученная карта имеет белые оттенки для выпуклых областей и черные оттенки для вогнутых. Подключаем из карты Normal. Выглядит она следующим образом. И сейчас наша задача сделать маску белой по краям гофрированного металла. Краям данного узора. Для этого будем использовать ноду Levels. Можем просто с верхней панели ее взять. Чтобы инвертировать изображение, вот так вот меняем треугольники. Черный и белый вход. Дальше изменяем верхние треугольники и добавляем контраст. Можно приблизиться. И здесь вот так вот появляются белые границы по бокам. Приблизительно так выглядит теперь маска. Для того, чтобы добавить полученный результат к уже существующей маске, будем использовать уже знакомую ноду Blend. Нажимаем пробел. Блент находится сразу же рядом. Добавляем одну текстуру, вторую. И на этот раз будем использовать режимы смешивания. Выберем Add Linear Touch. Режим Add. Добавить значение заднего плана к каждому соответствующему пикселю на переднем плане. Изменим Opacity до 0.5 и поменяем маску на новую. Сейчас результат получается не совсем четким. Для этого поменяем местами Histogram Scan, который мы использовали для контраста. Подключим Directional Warp напрямую в Blend. А Histogram Scan будет промежуточным между одним и вторым блендом. В таком положении Histogram Scan будет контролировать количество ржавчины на металле. Я немного изменю положение нод, чтобы это выглядело более упорядоченно. И теперь двойным кликом откроем текстуру Blend, которая отвечает за цвет. Одним кликом откроем настройки Histogram Scan. И теперь, если будем менять значение контраста, чтобы результат был более интересным, попробуем поменять местами уровни, которые мы получили здесь, вместе с этими местами. Теперь результат более интересный, более насыщенный. Через Histogram Scan подстроим контраст и положение, чтобы ржавчина выглядела более интересным. Как вы видите, меняя местами ноды в слоте Blend можно получить совсем разные результаты. Все это подбирается опытным путем. Обратите внимание, у нас на маске вокруг гофрированного металла вот эти белые контуры, которые мы создавали. И также на материале теперь ржавчина собирается именно вокруг них, что выглядит гораздо более естественно. Если присмотреться, то ржавчина выглядит сейчас не совсем естественно, из-за того, что у нас неверные параметры в слоте Metallic у материала. Он сейчас полностью белый, что означает, абсолютно весь материал является металлическим. Но ржавчина – это диэлектрик. Чтобы это исправить, у нас уже есть готовая нода. Вот этот Histogram Scan мы можем инвертировать. Обратите внимание, там, где белые участки у нас ржавчина, там, где черный – металл. В случае с параметром Metallic, там, где белые, будет полностью металлический материал, там, где черные – будет не металл. Поэтому создадим ноду Invert Grayscale. Вот она. Подключим из Histogram Scan данную ноду и поменяем ее в слоте Metallic. Сразу же заметны изменения. Чистые участки остались более блестящими, покрыты ржавчиной, стали более тусклыми. Нам больше этот Uniform Color не нужен, поэтому удалим его. И теперь я отодвину вот эти ноды еще назад, чтобы было больше места. Может возникнуть вопрос. Почему тогда в первый раз инверсия делалась уровнями? Мы вот здесь меняли эти треугольники местами. Ответ для оптимизации графика. Если что-то можно сделать без дополнительных нод, стоит использовать эту возможность, чтобы материал просчитывался быстрее. Теперь, когда значение металлических свойств материала исправлено, можно перейти к параметру Roughness или шерховатость, грубость. Для этих целей будем использовать начальное значение Directional Warp, которое использовалось для ржавчины. Сделаем ноду Histogram Range. Нода Histogram Range уменьшает и или перемещает диапазон оттенков серого. Может использоваться для изменения переходов. Я пока верну начальные параметры и передвину ее поближе к слоту Roughness. Смешаем уже имеющуюся ноду Levels вместе с полученной Histogram Range через Blend. Пробел, Blend. Подключаем обе ноды и отправляем значение в Roughness. В качестве маски будем использовать уже имеющуюся ноду Invert Grayscale. Подключим ее в слот Опасити. Здесь очень важно разобраться с цветами, которые регулируют параметр Roughness. Белый цвет отвечает за полностью грубый, матовый, шероховатый материал. Черный цвет отвечает за глянцевый, гладкий материал. Поэтому те участки, где у нас находится ржавчина, должны быть светлыми. Те участки, где у нас металл, должны быть темными. Передвину немного эти ноды, чтобы удобнее читалось. И сейчас начинаем регулировать параметры Histogram Range. Двойной клик по ноде Blend, чтобы она отображалась здесь. Потом один клик на Histogram Range и меняем параметры так, чтобы темные участки были у металла. Вот как сейчас, светлые участки у ржавчины. Также можно попробовать изменить Levels. Смотрим на свой вкус так, чтобы это устраивало. Еще раз можно попробовать Histogram Range подвигать. Старайтесь не делать крайние значения. Например, чисто черный или чисто белый. Параметр Roughness исправлен. И сейчас ржавчина очень насыщенная. Давайте сделаем ее менее насыщенной. Для этого подвинемся к ноде Gradient Map. И на связи между Gradient Map и Blend добавим ноду HSL. Или Hue Saturation Lightness. Здесь уменьшим насыщенность. Также можно и яркость чуть-чуть убавить. Делайте на свой вкус. И на мой взгляд, сейчас ржавчина выглядит более естественно и натурально. Следите за порядком в графике, чтобы вам самим было проще и удобнее в нем работать. У нас осталась нода Height, которая без информации. Чтобы ее добавить, будем использовать карту нормалей. И добавим новую ноду Normal to Height. Подключаем из нормалей в Normal to Height. И потом ее отправляем в ноду Output Height. Чтобы увидеть принцип работы данной ноды, нужно перейти на вкладку Materials, Edit. И здесь изменить параметр Scale. Как вы видите, гофрированный металл становится более выпуклым. Я оставлю небольшое значение. Например, вот так. И сейчас попробуем самостоятельно сделать ноду Output, которая будет отвечать за Ambient Occlusion. Для этого нажимаем пробел, Output. Здесь на вкладке Usage нажимаем плюсик. И выбираем назначение Ambient Occlusion. Его можно изменить на какое-то свое. Но сейчас мы просто скопируем уже имеющееся. И поменяем подпись идентификатора на Ambient Occlusion. Также в лейбле можно добавить эту же фразу, только изменим на заглавную букву. Двойным кликом по пустому месту в графике перейдем в базовые параметры самого графика Metal. И здесь внизу мы можем найти Output Images. Это вот эти ноды Output, которые отвечают за работу с материалом. И здесь добавилось Ambient Occlusion. Добавим ноду для работы с Ambient Occlusion. Она также называется Ambient Occlusion. Начнем набирать AO. Вот тут она появилась. Подключаем ее. Опять почему-то не хочет сразу подключаться сюда, поэтому можно обратной связью подключить. И теперь сюда. Для того, чтобы мы увидели изменения, надо нажать в графике правой клавиши мыши View Outputs in 3D View. Из-за того, что мы только что добавили Output, его еще не было на этом материале. Теперь он появился. И стало все значительно темнее. Я хочу уменьшить значение, чтобы так сильно не затемнялся материал. Поэтому High Depth уменьшу где-то до 0.1. Также можно изменить радиус, чтобы этот эффект присутствовал только на гофлированном металле. По итогу у нас получился вот такой материал. В следующем видео рассмотрим, как выносить отдельные параметры и делать публикацию материала. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео. Все это мотивирует меня на запись новых уроков. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok